Вилла Ротшильдов в Каннах, также известная как медиатека Нуай, является выдающимся историческим и архитектурным памятником, расположенным у подножия холма Круадегарда, где с момента основания города селилась знать. Вилла была построена по заказу баронессы Бетти де Ротшильд, вдовы Джеймса Майера де Ротшильда, в 1881 году. Баронесса купила землю, на которой уже стояло пять вилл. Две выделила для проживания своей домашней прислуги, остальные разрушила. Архитектор Шарль Барон спроектировал виллу в неоклассическом стиле. Она предназначалась для приема гостей баронессы. Здание состояло из 40 комнат, в том числе 28 спален. Терраса в форме ротунды, поддерживаемые колоннами из розового мрамора, и зимний сад в форме полукруга являются примечательными элементами архитектуры этого роскошного дворца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Интерьер виллы не менее привлекателен, чем фасад. Он декорирован лепниной, фресками, каминами и резными деревянными панелями. А.Кулакова А.Кулакова Парк особняка богат экзотическими породами деревьев, в том числе голубыми кедрами, магнолиями и пальмами. В 1884 году баронесса де Ротшильд заказала араукарию высотой 12 метров, для перевозки которой потребовался специальный автомобиль, запряженный 32 лошадьми. Сегодня за садом ухаживают 4 садовника. А.Кулакова А.Кулакова Во время Второй мировой войны вилла была реквизирована немецкими войсками и использовалась в качестве штаб-квартиры комендатуры. А в 1947 году она была куплена городом Канны для размещения муниципальной библиотеки и медиатеки. Строения, прилегающие к нему территории, классифицируются как исторические памятники и внесены в общий реестр культурного наследия. В стенах виллы всегда много книголюбов. Кроме того, в этой изысканной обстановке регулярно проводятся камерные концерты и творческие вечера. Если вы ищете уникальную и элегантную атмосферу, являетесь любителем музыки и книг, то вам обязательно стоит заглянуть сюда. Для получения актуальных данных о предстоящих мероприятиях следите за афишами на официальном сайте медиатеки. Субтитры создавал DimaTorzok